Но у кого чистое, светлое чувство возникло? Хорошо. А теперь поднимите руку из тех, кто подняли руку. У кого возникло чистое, светлое чувство после трёх лет совместной жизни? Поменьше уже. Вот это и есть победа над своей семейной кармой. Вот вы победили свою, побеждаете, идёте вперёд. А у всех, у кого чистое, светлое чувство возникло до трёх лет совместной жизни, это просто влюблённость. Мы об этом чуть позже будем говорить. Это не значит, что вы победили ещё судьбу. А? Никаких чувств, значит, нет отношений, мои хорошие. Нет отношений, есть просто бла-бла. Вместе дом строим, вместе работаем, вместе живём, а сердце не с сердца не связаны. «Серебряные свадьбы, негаснущий костёр, серебряные свадьбы, душевный разговор». Душевный разговор, понимаете? Это когда вы... Человека нет рядом, а вы его чувствуете, вы радость испытываете от него в сердце. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня тёмной ночью спасает». Вот я об этом говорю, понимаете, да? Чувство человека, возникает чувство очень глубокое. Но это не касается вас, одной вас. Спасибо вам за откровенность. В основном большинство людей так живут. Они даже не знают, большинство людей, что они не связаны друг с другом в сердце. Когда близкий человек уходит, только тогда в результате крика души эта связь возникает, и человек кричит ему. «Я для тебя ещё ничего не сделал, не уходи!» И люди страдают от разлуки. Вот человек уходит близкий из жизни. Они страдают от того, что они сердце своё не успели открыть ещё. Они не успели в своём сердце сделать то, что надо сделать для близкого человека, и поэтому у них скорбь внутри. Страдание, разочарование, скорбь. Что это такое внутреннее чувство, внутренняя жизнь в отношениях? Это не только касается отношениями с близким человеком, с мужем и женой. Это также отношения с родителями. «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы ещё, мы ещё повоюем». То есть это сердечное чувство, чувство родственное, глубокое, понимаете? Это чувство возникает в результате работы, потому что сами по себе вот эти вот сердечные отношения, не гаснущий костёр, он гаснет постоянно. В результате жизни мы оскверняемся друг к другу, мы получаем осадок плохих черт характера, потому что у каждого человека есть эгоизм, это третья составляющая тонкого тела, ум, разум и эгоизм, или желание жить для себя. Есть истинный эгоизм, есть ложный эгоизм. Истинный эгоизм рождается в результате победы над судьбой. Когда человек побеждает свою судьбу, он живёт правильно, то его эгоизм, он такой становится, что он чувствует себя достойным, если живёт не для себя. Но это уже святые люди, святости. А ложный эгоизм означает жить для себя, делать что-то для себя. И так как все люди подвержены влиянию ложного эгоизма, поэтому возникают конфликты. Эти конфликты приводят к тому, что сердечные отношения засоряются. И в результате этого разрушается семья постепенно. Если женщина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, муж гуляет, что делать? Если он гуляет, он уже не совсем муж. Это первое, что надо узнать. Он уже не совсем муж, потому что ты уже не сделала ту работу, которую нужно было делать в отношении. И сейчас ты сильно наказана. Будет ли он, вернётся назад или нет, неизвестно. Но если ты сейчас начнёшь эту работу в своём сердце делать, устанавливать эту связь с ним, прощать, просить прощения, молитву читать и так далее, желать счастья человеку, устанавливать ниточку, что между мною и тобой ниточка завяжется, мне всё время кажется, то есть ниточку надо завязать заново. Потому что сначала ниточку кто завязывает между людьми? Кто завязывает? Бог завязывает. Смотрите, неожиданно вдруг, неожиданно появляется такое чувство сильное и светлое к человеку, к чужому совершенно. Друг, как в сказке, скрипнул на дверь, всё мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил судьбой ради этой встречи с тобой. Да? То есть, что происходит в это время? Спасибо. В это время происходит связь очень сильная, она реально сердце расплавляет, сердце очень радуется. Глубь негаданно наглянь, да её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу встань, так удивительно хорош, и ты поёшь. Сердце, тебе не хочется покоя. Да? Ну, то есть, человек счастлив, он находится в состоянии любви глубокой. Это не наше чувство. Но некоторые люди, они хотят это чувство иметь всегда. Они говорят, я хочу всегда вот этой вот любви в жизни. И когда она заканчивает в семье, человек думает, зачем мне с этим человеком жить? У меня нет вот этого чувства любви. А это не твоё чувство. Это чувство тебе подарили. Для того, чтобы ты потом сама научилась его создавать своим подвигом в своей жизни. Потому что каждый человек — это душа. А душа — это как раз вот это вот, то, что мы влюбляемся, мы чувствуем душу в человеке. Чувствуем прекрасную часть его судьбы, его жизни, его основу, его суть мы человека чувствуем. Время любви. И это называется влюблённость. То есть влюблённость означает подарок от Бога. Для нас подарок. Чтоб мы знали, к чему стремиться. Одного православного наставника, старца спросили, как сохранить любовь? Как сделать так, чтобы отношения хорошими всю жизнь были? Он говорит, ты должна молиться или должен молиться и в этой молитве вспоминать то чувство, которое ты испытывал первый раз в отношении. И тогда ты будешь истинно видеть истинное, самое главное в своем близком человеке. Истинное и самое главное. Первая любовь моя, земная, утро не глаз. Я тебя совсем еще не знаю. Вижу первый раз. Простите меня, что я неправильные ноты беру, но я пытаюсь выразить смысл. То есть идея в чем заключается? В том, что это то, что нам дается для того, чтобы мы знали, как это должно быть. Но если люди думают, что этого нет и все в жизни нет, это значит, что они в невежестве находятся. Потому что эти отношения постепенно тают сами по себе. Потому что люди желают наслаждаться друг другом. Любовь — это не наслаждение. Любовь — это труд, который дает возможность другому человеку быть счастливым. Любовь — это деятельность души, которая себя забывает в это время. Но так как мы находимся под влиянием эгоизма или неправильных представлений о жизни, поэтому любовь в данном случае как действует? Любовь для нас означает в данном случае как то, что мы хотим использовать для себя. Когда мужчина и женщина вместе встречаются, они начинают интенсивно эксплуатировать это чувство. И в результате этой эксплуатации любовь превращается в привязанность. Что такое привязанность? Ожидание счастья от близкого человека является ядом, разрушающим семейную жизнь. Чем больше человек ждет счастья от близкого человека, тем несчастнее он совместной жизнью становится. Допустим, девушка очень ждала, долго хотела замуж, не могла выйти, ждала счастья и, наконец, вышла. И что она как себя ведет? Она говорит, я тебя ждала 10 лет, почему ты мне не улыбаешься, почему ты со мной нежно не разговариваешь, почему ты за мной не ухаживаешь? Я же ждала этого всего, всего 10 лет от тебя, а ты как себя ведешь? Пришел с работы, и смотришь телевизор. И что получается в результате? Она разрушает в нем вот это чувство, потому что она пытается ее эксплуатировать, эту любовь. Она пытается заставить его наслаждать себя. Я когда это объяснял в омский разок, неожиданно одна женщина встала и понесла цветы, понесла цветы мне, и я побежал навстречу выхватывать у нее цветы. И она как бы такая назад пошла, говорит, я так не хотел, Олег Геннадьевич, давайте еще раз, вы как, садитесь, и я вам принесу. Я говорю, нет, давайте, это мне цветы, это мои. Она говорит, нет, нет, и села, такая цветы держит. То есть она хотела мне проявить любовь, но когда я требую любви, то тогда любовь заканчивается. Видите, девушка, которая сильно хотела любви, она разрушает очень быстро свою семью, потому что мужчина уже убегает от нее, он не может уже терпеть ее настойчивость. Она требует любви, и это невозможно вытерпеть. Это как пример, что привязанность это не любовь. Привязанность это желание наслаждаться энергией любви. С другой стороны, действия, направленные на служение близкому человеку, в котором ты ничего для себя не хочешь, просто делаешь что-то для близкого человека, вызывает уважение в сердце сразу. Допустим, муж просто работает для жены, приносит ей зарплату, просто отдает, говорит, это для семьи, чтобы ты была счастлива. И все. Ничего больше и не говорит, то не в сердце возникает уважение. Это факт, что она привязывается к этому сразу и думает, вот я такая мягкая и пушистая, и поэтому мне надо носить зарплату и побольше, чем ты принес. это факт. Она как бы начинает чувствовать, что это потому, что она такая хорошая он приносит, а не потому, что он такой хороший. Это факт. Но уважение в сердце возникает. Понимаете, это уважение дает возможность потом и воспитывать близкого человека также. Но самое главное надо понять одну вещь, что разрушаются отношения от двух причин основном. Первая причина. Я хочу влюбленности, а не любви. То есть я жду, когда будет любовь. Когда начнется любовь между нами? Жду. А это не ждется, это трудится. Чтобы любовь появилась, надо трудиться, то есть служить близкому человеку, и вот это чувство благодарности будет расти. Вторая причина, почему разрушаются отношения, это то, что человек накапливается грязь в отношениях. И люди думают, а мы несозвестимы, мы противны друг другу, у нас неприязнь друг к другу, нам холодно друг с другом, мне неинтересно с ним. Это означает, что нет работы опять же. нет работы совместной деятельности, направленной на очищение отношений. Хотя бы один человек должен начать это делать. Этого достаточно. Неправильное представление любви разрушает семью, и отсутствие работы, направленной на сохранение семьи. Вот как вы думаете, если люди просто живут вместе, просто нормально живут, у них семья сохранится или нет? нет. Поймите, точно так же, как зубы человек не чистит, просто у него рот, нормальный рот, он почему-то начинает вонять со временем. Точно так же и отношения вонять начинают со временем, потому что у нас есть склонность эксплуатировать друг друга, мы хотим наслаждаться друг другом, а не отдавать энергии любви. Видите, создается дисбаланс. Много эксплуатаций, мало отдаем, получается, что сильная привязанность, которая рождает очень развязанные неуважительные отношения в семье, означает привязанность. Женщина начинает истерики катать, мужчина начинает длиться, это означает требование любви к себе, все скандалы от этого возникают, если посмотреть спор между мужчиной и женщиной, из чего он состоит, ты меня должен любить, нет, ты меня должна любить, нет, сначала стулья, потом деньги, нет, сначала стулья, потом деньги, нет, сначала ты, нет, сначала ты, то есть спор между мужчиной и женщиной означает освернение привязанностью, любовь это противоположное чувство привязанности, когда человек любит, он не страдает от отсутствия близкого человека, потому что он связан с ним в сердце, он страдает от отсутствия возможности служить близкому человеку, понимаете, служить можно на расстоянии, можно позвонить, допустим, и сказать теплые слова близкому человеку, и нет ощущения, что что-то плохо, вера близкого человека, верность, вера, 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 когда вера основана на сексе, это слепая вера, ему со мной нравится, поэтому он мне не извинит, ему с тобой нравится, скоро с другой понравится, потому что крышу может сорвать не только ты, любая женщина и мужчина может сорвать крышу, поэтому ему сегодня с тобой нравится, завтра с другой будет нравиться, Это не любовь. Смотрите, есть половые отношения или желание наслаждаться друг с другом. Это действует энергия любви. Но любовь сама, она имеет более высокую природу. Когда человек заботится, служит близкому человеку, когда он верит в него. Смотрите, любовь имеет четыре стадии развития. Первая стадия. Я вкладываю в отношения, то есть я с помощью внутренней жизни, и внутренней силы, потому что сил-то нет вкладывать отношения. Нужно для этого их копить, откуда-то брать. Откуда берутся силы? Не от телевизора, не от компьютера, не от компьютерных игр. Силы берутся от того, что я от этого всего отказываюсь. Сажусь где-нибудь в уголке, начинаю повторять, я желаю всем счастья, или молитву, или читать священное писание. То есть я наполняюсь силой от чистого источника, от чистоты человеческой или божественной. Сила означает чистота. Потому что мы говорим о любви же с вами, мы не говорим о какой-то другой силе. Человек наполнился силой, потом куда ее надо вкладывать? Я хочу принять свою судьбу. Вот раньше люди шли на крест. Девушка плакала, когда шла под венец. Почему? Потому что она знала, что будет трудно сначала. нужно трудиться. А трудиться означает тяжело, плакало. И она не могла уйти уже от этого человека. Все, она с ним должна всю жизнь жить. Это означает идти под венец. Сначала трудно, потому что надо принять другого человека. Вот у него есть недостатки, у него есть проблемы какие-то. Олег Геннадьевич, вы даже не представляете, какие проблемы у моего мужика. Каждая женщина так думает. У меня исключение. С ним ничего не сделаешь. Это не исключение, это просто объем работы. Объем работы. Это столько, сколько надо трудиться, чтобы были отношения. То есть принять близкого человека означает принять свою судьбу. Одна женщина меня спросила, Геннадьевич, вы можете мне показать мою судьбу? Я говорю, могу. Поставьте рядом с собой всех своих близких людей, друзей, близких, всех самых близких. Это и есть ваша судьба. Вот эти люди вам нравятся. Это хорошая судьба. Хорошая часть судьбы. Вот это вот не нравится. Сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Это плохая судьба. Ну то есть все это твоя судьба. Это не чья-то, не годилась судьба, а твоя судьба. Поэтому первый этап любви, он имеет горький вкус. Горький вкус означает принять. Нужны силы для этого. Внутренние силы, молитва, внутренняя работа. Принять означает вот такой человек, который у меня есть. Вот такой пьянчушка там, замухрышка там, метр с кепкой. Вот это и моя судьба. Истеричная смерть, когда пошел. По залу. Чувствуется. Как, как? Отношения только начинаются. Человек хочет ухаживать. Это другая тема. Женщина, она забрасывает удочку. Да, она забрасывает удочку, рыбачит. Весь рыбка большая и маленькая. Любая сначала, пускай любая. Она потом выбирает, какую брать, большую или маленькую. Но сначала она забрасывает узочку, а она предоставляет свою красоту. То есть она украшает себя. Потом раз. И всем вокруг прошибает мозги. Сердце прошибает мужчина. Она идет по улице, одной ногой пишет, другой зачеркивает. Летящей походкой. Ну то есть она очень сильно себя ведет. Очень представительная. Вот. И она как бы рыбка ловится всякая. Так как она обладательница энергии любви, а женщина обладательница, поэтому она привыкла к энергии любви. Мужчину срубает. Женщина же, она, ей тоже нравится энергия любви, и нравится. Но она при этом остается в здравом уме. Когда начинает за ней ухаживать, она анализирует. Так, она улыбается. Ну все, ты мой, мы близкие, родные, все. Но внутри женщина отстранена. И параллельно она думает, это мой человек или не мой. И параллельно она может также с другим также отношение к кисре. И каждый думает, что единственное неповторимое. Но она выбирает. Для того, чтобы выбирать, нужно подключать друзей, старших, родственников, всех. Узнавать мнения разных людей. И потом, основываясь на этом мнении, делать вывод, надо или нет. Рыбка моя, или отпускать ее в открытое море. Держать на удочке, или снимать с крючка. Но знайте, что снять с крючка будет непросто, потому что она будет стараться оставаться на крючке до последнего. Даже если вы ее снимете с крючка, она опять запрыгнет на него. Поэтому нужно уже там отрывать, наверное, сортом. Старайтесь, чтобы не сильно заглатывало. А если ты понимаешь, что это не свое, а тебя тянет? Как? Понимаешь, что это не свое, но тебя будет равно, почему ты тянет? Тянет тебя. Но не мое. Это привязанность. Это уже означает, что нет нехватка духовной жизни. Как собачки, они, знаете, они такие нюхают, нюхают друг друга, тянет их. Потом начинают гавкать друг на друга. И никакая не уходит. У них притяжение, понимаете? Потом кусаться начинают друг друга. Их разрывают, они опять лезут друг к другу. Нормально? Называется привязанность. Привязанность. Значит, судьба вас тянет. Бывает тяжелая судьба создает отношения, бывает легкая судьба, разные. Вы говорите уже про свою семью созданную или про вашу рейс-семья? Ну, нормально. Тянет к мужу, это хорошо же. Кого не тянет к близкому человеку, поднимите руку. Есть людей? Вот это действие, значит, плохая карма сейчас, девочки. Потому что обычно тянет, и это энергия Бога. Понимаете? Так как Бог создает семью, Он сам показывает нам красоту близкого человека. Сам сердце нас вдохновляет с Ним быть вместе. Мы как спрашиваем в сердце, думаем, мой, не мой человек. Когда в сердце говорят, твой. Мы сходимся друг с другом. Потом Бог держит отношения, Он создает так, что не уйдешь от близкого человека. Поэтому если человек все равно разрушает отношения, уходит, тогда получает позагреть кожу. Ты как бы, я тебе дал человека, почему ты не жил с ним? Дальше уже получается наказание. Наказание по-разному может возникать. Иногда для наказания Бог очень сильно влюбляет кого-то. То есть человек ушел сразу, раз, у него классно все в жизни началось. А потом будет плохо. Потом человек уйти может резко и так далее. Ну или может быть и не будет плохо. То есть это другая тема. Но идея заключается в том, что придется получить испытания в жизни, если ты уходишь от близкого человека. Поэтому надо всегда стараться быть вместе, оставаться вместе. Стараться сохранить семью. Почему семья разваливается? Потому что не прошли вот эти этапы любви. Но уже на втором этапе практически невозможно расстаться. Люди даже до второго не доходят. Они никогда не любили друг друга. Они всегда только пользовались друг другу. Смотрите, первый этап это принятие человека. Когда я принял человека, я иду домой, у меня чувство, что я отдыхаю дома. Потому что я принял человека и мне с ним нормально. Ну то есть у него есть недостатки, у него есть недостатки, но мне нормально, потому что я все принял. Я ко всему привык. Привык означает в данном случае энергия любви. Это энергия любви. Как сделать так, чтобы он принял? Понимаете, никак не сделают. Надо самому принять близкого человека. Вот эта логика, это он должен это делать, она разрушает семью. Вот вы, допустим, сейчас лекцию послушали мою, пришли домой. Я тебе сейчас расскажу, как надо жить семейной жизнью. Это разрушает семью. Не для себя, не обзяла это все, а для близкого человека. Это разрушает семью. Все. Это не помогает. Это награда, то, что он вас примет. Награда приходит сама собой в результате вашего подвига. Но если вы его не совершаете, этот подвиг, награды не будет. И когда придет награда, неизвестно. Никто не знает. Она придет когда-нибудь. Придет и к вам любовь. Придет она всерьез. Всерьез означает вот то, что я сейчас рассказываю. Ну, то есть, первая стадия принятия. Вторая стадия уважения. Когда ты трудишься над отношениями, заботишься о человеке, терпишь его каплизы, его гнев, то рано или поздно близкий человек начинает уважать. Он реально очень от сердца уважает сердце в своем. Но внешне может каблучить. Но как определить, что первая стадия пройдена? Когда первая стадия пройдена, то вы можете жить вместе. Не чувствуется, что невозможно. Нормально жить хорошо. Нормально человек успокаивается. Можно жить вместе. Нормально. Значит, капелька любви уже есть в отношениях. Следующая стадия уважения. Уважение означает, что ты начинаешь видеть то, что тебя привлекло к этому человеку какое-то время назад. Вот эта влюбленность или гемо-версия, try and buy, медовый месяц, это энергия Бога, то есть душа вскрывается, чистая, светлая в человеке вскрывается, и ты хочешь такого человека себе в жизни. Но потом забывается это все. И надо вспомнить в результате служения. Душа обязана трудиться. Надо трудиться над отношениями. Когда этот труд начинается, то есть ты действуешь так, чтобы был счастлив близкий человек, но при этом без нарушений правил. Есть правила священной совместной жизни. Например, водочку мужу не надо наливать, чтобы он был счастлив. И тёлку ему не надо приводить, чтобы он был счастлив. Понимаете, счастлив означает правила какие-то определенные. То есть забота о близнем человеке, уважение к нему. Сначала есть чувство долга, уважения. Постепенно появляется чувство, что это мой человек. И это чувство, капелька любви, дальше превращается, вот это чувство, что в нём есть чистое и светлое. Вот некоторые из вас достаточно давно слушают мои лекции. Поднимите руку, кто это такие. Я смотрю, когда вам в глаза, я вижу чистоту. Почему? Потому что вы вложились в отношения. Вы слушали лекции, и я вижу чистоту. Я чувствую, что это необычные люди. У меня есть сильное ощущение доверия к вам, к таким людям, которые слушали давно лекции. Это результат вашего поступка. То есть я ничего тут не делаю. Я заезжу в гастролёр, приехал просто лекции почитать. Но так как вы слушали лекции, поэтому вы вложили своё сердце в это, и вы получили возможность такую уникальную. Я смотрю на вас и вижу чистоту в ваших сердец. Это не поддельная вещь. Это невозможно сымитировать. Иногда ты видишь у человека это, иногда нет. Если человек служит другому человеку, внимательно слушайте меня, как возникает любовь. Когда человек служит другому человеку, сам служит, что-то делает, да, то как он воспринимает этого человека? Он воспринимает с позиции своего служения. У него появляется чувство, что мне нравится, заботится об этом человеке. Чем больше он бескорыстно действует, тем больше нравится. А вот тот человек, которому служат, у него появляется чувство благодарности, который заставляет видеть хорошее в этом человеке, который служит, заботится. В результате появляется объект любви и тот, кто совершает действие по отношению к этому объекту. Кто является объектом любви? Тот, кто служит. Потому что он открывает своё сердце в результате служения. Когда мы делаем доброе, что-то бескорыстное близкому человеку, то наше сердце для него раскрывается. И тот, кто служит, тот и становится потом объектом любви. Его благородство, его сердце становится открытым. А тот, кто служит сам, он ещё не видит благородство сердца тому, кому он служит, но ему нравится, заботится об этом человеке. А потом происходит вторая волна через какое-то время. Айсберг тает в сердце того человека, которому служит. Он сначала просто принимает служение. Он не служит сам. Сначала принимает служение. Вот девушка пришла с летанием сюда. Знаете, что это значит? Как вас зовут? А? Ну, покажите цветочек. Знаете, что это значит? Значит, что мы будем в конце лекции всем дарить цветы. Цветы должны постоянно дариться. Они должны останавливаться. Вы согласны? Вот. То есть, идея в чём заключается? В том, что вот это вот действие, направленное на сохранение и создание отношений по факту сначала, оно требует серьёзного подвига. Это очень тяжело, поверьте мне. Делать что-то для человека, не желая ничего взамен. Очень тяжело. Но это по факту действие, которое Богу угодно, потому что Бог создал семью. Поэтому, когда человек молится, занимается духовной практикой, ему очень легко такие вещи совершать, потому что он не только для мужа это делает, но также для Бога, для правильной жизни. Человеку хочется правильно жить, поэтому он так действует. Понимаете? Ему нравится заботиться о близком человеке. Но потом происходят интересные вещи. Айсберг сердца тает постепенно снизу, того человека, о котором мы заботимся, и резко потом переворачивается, неожиданно. И дальше этот человек сам начинает служить, и в семье всё переворачивается, меняется местами. Тот, кто заботился, становится сам предметом любви. И так может несколько раз в жизни переворачиваться. Но обязательно в семье кто-то служит, кто-то любит. И здесь нет выбора. Вот как вы думаете, в вашей семье кто должен служить, а кто должен любить? по очереди оба мужа на разные мнения. Я вам сейчас скажу, кто. Вы только расслабьтесь, вдохните, выдохните. Вашей семье служить должны вы. Потому что вы пришли на мои лекции. Так как вы пришли, вы получаете знания, поэтому вы должны служить. Вдохните, выдохните. Так, подышите немножко. Это вам придется жертвовать собой, а не вашему близкому человеку. Потому что Бог выбрал вас. Ну, значит, вдвоем придется. Вот Бог выбрал именно вас. Вы исключительные люди. Вы исключительные люди. Понимаете? Потому что не каждый человек будет сидеть 3 часа лекцию слушать о том, как надо жить правильно. Это признак сильного разума. У вас работает сильный разум. И поэтому вы должны менять свою судьбу и семью своей семьи. Это ваше исключительное право. И ваш подвиг. Третья стадия – это верность, когда уважение. Уважение означает проблески энергии души. Каждый человек достоин высочайшей любви. Но мы не знаем об этом, потому что мы портим друг другу жизнь. Мы живем близкими отношениями и портим их постоянно. Так, поэтому мы не знаем человека, который рядом со мной находится. У нас нет до конца знания об этом. Но если я служу человеку искренне и честно, то знание об этом постепенно приходит. Когда это знание пришло, тогда появляется сначала уважение, проблески души, потом верность. Верность – это удивительное чувство. Верность означает, что я не ошибся в этой жизни и не ошиблась. Я иду правильной дорогой в этих отношениях, и мы будем вместе. Но это не эмоции, это внутреннее состояние человека. Это невозможно описать слова. Это очень высокая стадия развития личности, потому что награда верностью дается не каждому человеку. По факту обычно нужно прожить где-то как минимум 10-15 лет вместе, чтобы вот это чувство сильно вышло наружу. Иногда быстрее возникает, если люди интенсивно работают над собой и занимаются духовной практикой. И последняя стадия любви, которая реально разрушает невежество во всех вокруг и людей, такая семья становится наставниками для всех, она становится примером чистой и светлой жизни – это искренность. Искренние отношения возникают. Обычно муж и жена не могут искренне слушать друг друга и принимать все, что скажет близкий человек с радостью. Он говорит, у меня вот такая проблема. Мне девушка какая-то понравилась, но мне это не надо. И жена смотрит на него, говорит, я это знаю. Конечно, девушке нравятся, они красивые, но тебе это не надо, я знаю. Потому что ты искренний человек, ты честный человек. Я точно убеждена в этом, что ты не будешь никого бросать ради какой-то красивой девушки. Мне что-то непонятное сказал? Чувствуете, как это сильные, какие сильные сердца должны быть у людей, что так вот? Не укорить его, ах ты скотина, тебе девушка понравилась. Это же механика. Девушке так как нравится мужчина. Это механический процесс просто. По башке дала просто, нокаут. Правильно. Встает уже такой обалдевший. Это значит, да. С одной стороны, да. Потому что она не развивала отношения. Понимаете, уже на второй стадии уважения уже этого нет. Девушке нравится, да, девушке нравится, но мужчина не уходит из семьи, он остается, и ему, это для него внешняя вещь уже. Понимаете, счастье на самом деле от просто балдеть красотой, от женской красоты, балдеть от того, что мужчина любит тебя, это внешние вещи, понимаете. Настоящие отношения, глубина счастья настоящего возникает от этого труда в себе. Когда вот хотя бы на вторую стадию зайти, тогда уже вот это настоящее, когда человек чувствует, на это внешнее уже, ну он не покупается, ему неинтересно это, понимаете. Потому что ему нужно настоящего, он не хочет внешних вещей в жизни. Нужны настоящие отношения. Каждый же стремится к более глубокому чувству в жизни, чем просто там погулял, там и все прочее. Но из-за бескультуры, из-за того, что у нас нет культуры, нет знания, мы поэтому не понимаем, к чему стремиться. Большинство людей, вот мы какие фильмы смотрим? Мы смотрим фильмы, в которых показывается вот эта влюбленность как основа жизни вообще. То есть надо обязательно, чтобы быть влюбленным в кого-то. И жена, это как бы это, ну как бы, ирония судьбы с легким паром, да? Или с легким. Ну, девять, мужик уже собрался жениться. Но влюбленность окажется выше вот этого вот желания жениться. У него появилась новая влюбленность, значит, надо закруглять эти отношения. В результате сразу две семьи разрушились. И мы как смотрим на это, думаем, блин, классно. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходят разные суеты и постоянные линейки. Я слушаю, это классно. Нам нравится такая жизнь. Поэтому 80% разводов в стране, по статистике. То есть 80% людей женятся, и по статистике 80% в семье должны распасться в нашей стране. Причина — нет знания, от чего счастье приходит. Люди думают, что счастье приходит именно от влюбленности. И поэтому они уважают влюбленность. Они понимают, что любовь — это другое чувство совсем, которое возникает потом в жизни. Это чувство благодарности такой глубокой в отношении. Это не половое чувство. Любовь — не половое чувство. Половое чувство как фон идёт на фоне настоящей любви, оно как фон идёт просто. И поэтому не надо ходить к сапатологу. Если у вас появляется благодарность, то всё остальное будет само собой. Это фон. Это, естественно, возникнет. Ну, чуть-чуть, да, давайте, да, вопрос. Влюблённость сначала переулки. Влюблённость всегда заканчивается, не нужно ждать. Нужно сразу начинать служить близкому человеку, потому что она обязательно заканчивается. По статистике где-то 3-5% в зале сидит людей, у которых влюблённость длится больше трёх лет. Поднимите руку, у кого ещё вот просто влюблённость есть в семье, больше трёх лет сохраняется влюблённость. Посмотрите в зал, видите, ну, 10 рук максимум поднимло. Здесь человек 700 сидит. Это означает очень низкий процент. До трёх лет всего обычно бывает влюблённость. То есть не надо ждать, надо сразу начать уже служить близкому человеку. Смотрите, есть в этом понимании, как служить. Это надо узнать природу мужчины и женщины, различия психических функций. Смотрите, женщине, ей легко трудиться для близкого человека. Трудиться легко. Но тяжело делать это бескорыстно. Допустим, женщина приготовила покушать мужу. Он кушает, она села рядышком. Смотрите, ну и вам. Что она делает в это время? Она наслаждается тем, что он кушает, первое. Второе, она ждёт, когда он похвалит. Третье, что она делает? Она наблюдает за ним, ценит он или нет. И она в любой момент может ему сделать так, что у него ложка в горле застрянет. Поэтому разумные мужчины говорят, твоё покушать очень дорого стоит, поэтому я сам приготовлю. Поднимите руку, кто так вот считает из мужчин. Есть такие? Ну, есть такие, да. Лучше самому, дорого стоит очень. Потом проблемы есть, только проблемы. То есть женщине легко служить. Трудно это делать бескорыстно. Допустим, женщина заботится о своём ребёнке, думает, что она его любит. На самом деле это просто эгоистическое чувство, которое означает, хочу быть счастливой от счастья своего ребёнка. Как мне в Москве была лекция вчера. Я так не смог объяснить женщине. Она говорит, мой сын идёт не туда в жизни. Что делать? Я говорю, первое, что нужно сделать, я ей сказал, надо отвязаться от этой идеи, что вы должны наслаждаться жизнью своего сына. Что всегда у него в жизни должно быть всё как надо. Потому что это возникает у женщины, желание только от желания наслаждаться его судьбой. И всё. Нет другой причины. Надо признать с помощью духовной жизни, с помощью внутренней силы, женщине нужно признать, что у моего сына всё, что в жизни будет, это всё хорошо. Это всё надо для него. Смотрите, одна женщина, сын уходит в армию, плачет сильно. А другая говорит, говорит, у тебя всё будет хорошо там в армии. И всё, что не происходило, это для тебя надо. Кладёт ему руку на голову, говорит, я буду за тебя молиться. Видите, два проявления любви. Одно проявление любви называется привязанность или эгоистическое чувство. Женщина хотела наслаждаться сыном, а он уходит в армию. Второе – это любовь, когда она передаёт свою силу своему сыну. Видите, она не плачет, она будет заботиться о нём в своём сердце. Чувствуете разницу? Ну, ничего, поплачет, ничего страшного. Но сердце, она тверда, она заботится о нём. Понимаете, что такое благословение? Одна сила благословения, а вторая – зависимость и силы. Желание наслаждаться или благословлять. Это разная вещь. В отношении к мужу, как сделать, чтобы бескорыстно служить? Надо для этого научиться бескорыстно служить тому, кто имеет бескорыстие в своём сердце. Это очень сложный вопрос у меня задал. Смотрите, если вы служите святому человеку, просто кланитесь ему, молитесь, то вы контактируете с кем? У него нет ни мужа, ни жены, он просто для Бога живёт. Он абсолютно бескорыстный и не живёт для себя вообще. Вы кланите святому человеку и получаете от него знание, что это бескорыстие. И потом это бескорыстие отдаёте мужу. У вас появляется немотивированное служение. То есть вы просто служите ему, и всё. Это значит, что у вас есть какая-то сила внутри, чтобы так делать. У обычного человека такой силы нет, потому что мы обмениваем все энергии любви всегда с корыстными людьми. Если муж корыстен, я не могу быть бескорыстным рядом с ним, потому что мне тяжело ему бескорыстно сделать, он сам корыстен, понимаете? Мы зависим от корысти друг друга в жизни. Но если вы разрываете этот круг зависимости с помощью внутренней жизни, думаете о Боге, думаете о святом человеке, о священном писании, думаете об источнике бескорыстия, помещаете его себе в сердце и начинаете с этой позиции, из чувства долга, из желания служить Богу, служить мужу, то тогда у него в сердце появляется благодарность. Настоящая любовь исходит от Бога, и она потом в семье начинает жить. Поэтому главным местом в семье должен быть не телевизор, а вот так, когда есть сила, в отношениях между людьми должен Бог стоять. Когда в их отношениях появляется сила, она может бескорыстно служить. Мужчины другое, все наоборот. То есть мужчина, он по природе очень бескорыстный к жене, но ему очень тяжело служить. Допустим, жена говорит, помой пол. Он говорит, час. Час означает никогда. Ну как минимум дней через пять, если будешь сильно просить. Ну то есть порежь огурчики на салат. Стоит потеять реже. Очень трудно. Почему? Потому что служить трудно очень мужу. Но он может зарплату вот так отдать, все и все. Он очень бескорыстный по отношению к жене. Жене детям все отдают. А если наоборот, значит вы тоже наоборот. Да. Бывает, что люди меняются местами. Например, жена, ей тяжело служить мужу, но она бескорыстная. А он сильно корыстный, но ему легко заботиться о нем. Так у вас? Ничего страшного. Это нормально. Это означает, что вы немножко перевернулись. Но природа все равно возьмет свое. Со временем, когда вы разовьетесь, и он разовьется как вечность, у вас станет все на свои места. Понятно? Такое тоже бывает. Допустим, по природе женщина, она как проявляет гнев? С помощью слез она плачет. Мужчина как проявляет гнев? Экспрессивно. Он ругается. Ключите. Но бывает наоборот, что женщина ругается, мужчина плачет. Такое тоже бывает. Это значит, что они совместимы. Они похожи друг на друга. Бывает, женщина много работает, а мужчина готовит на кухне. Это значит, что они совместимы. Постепенно они поменяются местами. Природа свою возьмет все равно. Но если женщина не может дома трудиться, она думает, что мне делать, я такая, мне работать нравится, то она найдет себе мужа вот такого. Муля, не нервируй меня. Ну то есть такого мужчинку, который будет готовить там. Хоть поверьте, хоть проверьте. Такую золушку надеялись. Правильно, да. Это правильно. Но это правильно означает, что будут перемены. Если вы будете в любви развиваться друг с другом, то произойдет кризис, и вы перевернетесь. А если не будете правильно развиваться, то кто-то из вас, если один начнет развиваться, обычно мужчина взрослеет, становится сильным уже, крепким, годам 40. И ему уже не устраивает такое поведение жены уже. Если она не поменялась, он ее бросает на какую-то другую. Понимаете? Поэтому нужно меняться вместе. С помощью любви менять друг друга, меняться вместе. Ну это тема третьей лекции. Сегодня как бы я хотел вам больше говорить о структуре психики человека. То есть мы с вами говорим о том, как мы устроены. Женщине легче служить, но она сильно привязана к тому, чтобы это оценили. Мужчине тяжело служить, но он бескорыстен. То есть он не привязан, чтобы, ну как, он может легко отдать то, что у него есть. Понимаете? Эгоизм есть и у того, и у другого. Он имеет разную природу. Если женщина говорит, я смотри, я постоянно заботюсь о тебе, постоянно прыгаю, бегаю перед тобой, а ты, скотина, домой пришел, сел и сидишь. Так он, скотина, ведь работал, пришел домой. И работал для тебя, между прочим. А? Она же тоже работала, но это ее не оправдывает. Потому что ее работа дома находится. Она же почему работала тоже? Потому что жадная, денег много хочет. А надо женщине быть бескорыстной, вкладывать силы в отношения, в детей, в любовь, трудиться дома. Смотрите, сейчас я вам объясню. Я спасибо за обратную связь. Когда вы высказываете с ней, что-то в сердцах говорите, имейте в виду, что я иногда буду вас напрягать чуть-чуть, чтобы вскрыть тему. Но это не значит, что я против вас. Вы мне простили? Я оправдываюсь немножко. Простили? Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мы имеем проблему определенную. Проблема заключается в том, что мы очень сильно, остро видим недостатки близкого человека. Очень остро и сильно. И нам практически невозможно разглядеть свои. Так устроена психика мужчины и женщины. Вот смотрите, допустим. Женщина, она считает, что обижаться – это вообще не злоба. Но обиделась и обиделась. Что тут плохого? Но обида – это точно такой же гнев и точно такая же злоба, как у мужчины, вот внешние проявления. Это то же самое, просто то же самое. Просто по-разному. И все. То есть мы настолько разные. Вот, допустим, мужчина считает, что если я о женщине, своей жене скажу, как надо жить, то это хорошо. Нет, мои хорошие, это нехорошо. Вот если вы деликатно будете ей что-то объяснять, чтобы она не напрягалась, а если она напрягается, лучше вообще не объяснять, а промолчать, то это уже хорошо. Видите, то есть мы не понимаем друг друга вообще. Допустим, женщине, ей легко понять мужчину, что он хочет, и легко для нее сделать. Но выслушивать его демагогию, и когда он ее заставляет так делать, очень тяжело. Вот женщине, допустим, легко самой начать делать правильно, если он ее не трогает. Теперь что мужчине легко? Вот смотрите, два варианта слез. Женщина плачет, допустим, да? Она плачет, сидит, плачет и говорит, я такая дура у тебя, не могу нормально жить. Все время ругаюсь на тебя, ругаюсь. И он гладит ее по голове и говорит, да не ругаешься ты ее, просто свои эмоции выражаешь. Ну ты же вздрежешься от этого. Ну и ничего страшного, подумаешь, повзлился. И гладит ее по голове. Видите, она о чем говорит сейчас? Она говорит о том, что она эмоционально себя ведет с мужем. Но при этом ее слезы направлены на себя. Теперь второй вариант. Ее слезы направлены на него. Она говорит, я эмоционально с тобой себя веду, потому что сам дурак. Какой результат? Все будет наоборот. Он просто будет в гневе и будет на нее орать просто и все прочее. Видите, к каждому человеку свой подход. Допустим, женщине лучше вообще не делать замечания, а просто она сама это поймет. Она очень чувствительный человек, она сама поймет, как надо лучше для него. И будет так делать. Особенно, если он скажет потом как-то между делом, шуточку. Мне вот так лучше. И она будет уже знать, она будет делать. А мужчине очень важно, чтобы женщина дала ему возможность самому принять решение. То есть, если она говорит, что я виновата, значит, он считает себя виноватым. Если она говорит, что ты виноват, значит, он всегда будет ее только винить. И всегда закон работает только одним способом, что только через аскезу можно создать семью, создать отношения. Вот если хочется высказаться, ну, женщина, когда плачет, говорит, я виноват, это не значит, что она считает себя виноватым. Она всегда считает, что он виноват в конечном счете. Но она должна просто так себя вести. Это аскеза, так плакать. Для женщин так плакать и так скезать. Просто аскеза означает, что она разумная. Она знает, как правильно вести себя. Точно так же мужчине. Ему хочется ей сказать всю правду. На мозги наехать хочется. И на часик, на два примерно, как минимум. А надо просто так понять, что это не работает, это не поможет. И поэтому он терпит спокойно, как бы ничего ей не говорит. И если она говорит, ты что, считаешь, что я сильно эмоционально? Он говорит, нет, я так не считаю. Все нормально. Она-то видит, что он так считает. Но если он так сказал, он думает, у меня очень хороший муж. Очень хороший. Это и есть любовь. Когда человек вкладывает вот так в отношение силы, он терпит, значит, это проявление любви. Уважение сразу возникает. Я хочу с таким мужем жить. Мне нравится такой человек. Психическая энергия мужчины и женщины действует по-разному, совершенно по-разному. И надо понять, что человек всегда должен жить в сфере своей силы. Никогда не надо перетекать в другую силу. Вот смотрите, сфера женской силы это сфера отношений и близких чувств. Женщина должна совершать аскезу. Женщине очень трудно создавать отношения, потому что она там очень ранима в этих отношениях. Очень ранимые, очень ранимые, наши любимые. Такая песня. То есть женщина очень ранимая, она очень ранимая, но это ее долг создавать отношения. Она обижается, должна прощать, просить прощения, опять создавать отношения. Ей тяжело, она должна все равно служить отношениям, заботиться об отношениях. И эти силы забирают всю психику женщины, вот этот труд. И поэтому женщине легче просто забыться на работе. Женщина на работе отдыхает, трудится в семье. Мужчина трудится на работе, отдыхает в семье. Если женщина в семье не трудится, то мужчина дома отдыхает? Нет. Если женщина не вкладывает отношения, мужчина приходит домой, она ему нервы мотает. Если женщина не вкладывает отношения, значит, она требует его, чтобы он вкладывал отношения. А он не может вкладывать, потому что это не его сфера жизни. Он даже не умеет по факту это делать, потому что он приходит домой отдыхать. И когда он гвозди забивает, когда жена его вдохновила, это сделала. Говорит, мой любимый, я так счастлива, что ты когда-нибудь в нашем доме забьешь гвозди. И он думает уже, я завтра, наверное, забью. Разума счастлива, ты не знаешь, что он обязательно завтра забьет, но в ближайшее время, может, через недельку. То есть раскачивать мужчину очень трудно, как паровоз. Медленно раскачивается, медленно. Раньше это как вечер, она быстро движется, быстро может это сделать. Мужчина как право, чук-чук-чук-чук-чук-чук, раскачивается медленно. Потом не остановишься. Если он начал мыть полы, каждый день моет полы, то потом не остановишься. Говорит, да, я буду мыть полы, мне лезть, это моя ягодь. Он уже научился, его уже не остановишься, он каждый день моет полы. Учить надо года два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова